Девочка-пай Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вас приветствует программа «По святым местам» и мы вновь в Кисловодске. Сегодня мы познакомимся с удивительной церковью. Она была построена в советское время, хотя история храма «Воздвижение Креста Господня» в Кисловодске берет свое начало еще в XIX веке. Итак, наш рассказ о церкви, возведенной во знаменование тысячелетия – Крещение Руси. «Слава воскресенье Твоего, быстрее слава! Слава воскресенье Твоего!» Мы были уверены, что это будет маленький семейный праздник. Эти слова митрополита Коломенского и Грутицкого ювеналия о дне празднования тысячелетия Крещения Руси цитируют до сих пор. И правда, кто мог поверить, что в Советском Союзе, где в Конституции говорилось о свободе вероисповедания, а на деле был жесткий контроль и репрессии, возможно, такое масштабное празднование. И не только в столице. Вот и Крестовоздвиженский храм Кисловодска также посвящен празднованию тысячелетия Крещения Руси. Но возник он, конечно же, не в одно мгновение. «Мой отец, протерей Сергий Лиманов, для начала на этом месте, на этой территории, он решил сделать пробу сил, построил крестильный храм, который стоит напротив нашего главного храма, в честь равнопословных царей Константина и Елены». Когда-то в Кисловодске, еще до революции, был Константино-Еленинский приход, и этот храм построен в память о нем. Но строить храм открыто тогда было нельзя, и вот под видом старушки появилась маленькая церковь. Прихожане, молившиеся тогда в небольшом бараке, конечно же, были рады и этому, ведь к 1964 году, после разрушения Пантелеимоновского храма, в Кисловодске не осталось церквей. Приближалось тысячелетие крещения Руси, и вот отец мой, он, должен сказать, был очень великим подвижником. Вот я, его сын, у меня еще двое сестер есть, семья, короче, у него была, но он служил, прежде всего, для церкви. И вот он полностью себя посвятил главному делу своей жизни – строительству храма. Опять пришлось, ну, можно сказать, применять вот такую хитрость, ну, хитрость там вообще-то не христианское слово, но вынуждено было, чтобы под видом того, что старый храм как-то уже был опасен для прихожан, мог и крыши там рухнуть, завалиться, ну, вот по таким предлогам, что надо его реконструировать было. Вот, ну, реконструировать – это вроде не строительство храма, и власти здесь, ну, не стали препятствовать. Стройка была всенародной. Кто мог, помогал лично, а кто-то просто жертвовал деньги. Но любой, пусть даже самый маленький вклад в тех условиях был просто необходим. Проект храма сделал настоятель. И вот в феврале 86-го был заложен фундамент. Чтобы, как бы, ну, не опомнились власть придержащие, строительство велось такими темпами неимоверными – и ночью, и днем. И буквально за 11 месяцев, можно сказать, в наше время, это удивительно, может, бывает, была возделена храм. И вот в то время, когда туристам из зарубежных стран рассказывали, что в Советском Союзе свобода в отношении к религии, а в ФРГ почтовая бумага выходила с Соттиском строящегося в Кисловодске храма, власти запрещали подвоз кирпичей к стройке, но остановить процесс совсем не смогли. Независимо от возраста, все было такая живая-живая река, которой из рукок передавали кирпичи, там, ведра с раствором. Вот, все это так было с молитвой, все происходило. Перестройка тоже изменила политическую ситуацию. Страна готовилась встретить праздник Тысячелетия Крещения Руси, причем на самом высоком государственном уровне. В этот храм стали привозить иностранные делегации. Патриарх Александрийский Николай IV и патриарх Антиохийский Игнатий IV побывали здесь. Вот икона с благословением главы Александрийской Православной Церкви. Вот такой Господь, такие знамения сделавшие. Здесь благословение патриархов поместных церквей. Это, конечно, тоже послужило к тому, что власти не могли явно противодействовать. Мы знаем, как можно это все делать, и звонки, и все такое было. Но уже как-то было уже полегче. Кстати, строительной техники у прихода не было. И купол поднимали не краном, а с помощью блоков, древнейшего способа, которым пользовались строители еще на заре первого тысячелетия. Благодаря этому испытанному способу, к 1988 году смогли завершить строительство. Небывалое событие освящения в то время нового храма, еще причем посвященного тысячелетию Крещению Руси. К дню освящения храма архиепископ Ставропольский и Владикавказский Антоний привез со святой горы Афон частичку главы святого великомучника и целителя Пантелеймона. Теперь она пребывает в иконе, также афонского письма. Очень древняя икона. Я там, когда ее смотрел, где-то в 18-19 век, 56-й год, какой-то купец, в общем, подарил эту икону храму. Церковь, как вы видите, трехпрестольная. В конце 80-х никто и не думал, что Советский Союз прекратит свое существование. И поэтому строили храм, помня о разрушенных в Кисловодских церквях. Никольский предел в память собора Николая Чудотворца. Предел святого Пантелеймона в память храма на ребровой балке. Особенно интересно рассматривать фрески этого храма. Например, та, что сейчас находится за моей спиной, посвящена тысячелетию крещения Руси. Важный момент. Герои, изображенные на этой фреске, списаны художником с реальных людей. Конечно, и князь Владимир, и святая равнопостольная Ольга – такие же реальные люди, как и наши современники. Существуют и каноны изображения этих угодников божьих. А вот как, например, изобразить жителей Киевской Руси? Здесь художнику на помощь приходит фантазия и те люди, которые его окружают. Это с реальных людей все писалось. Вот даже можно сказать, вон мой отец, вот с Евангелием стоит, вот мой отец, он крестит киевлянина. Кстати, о росписи. Вот перед вами афонская икона Пресвятой Богородицы Скоропослушница. И этот столетний образ имеет самое непосредственное отношение к росписи храма. До 96-го года роспись шла московским художником Николаем Ивановичем Буреченком. Он академик живописи. Вот художник не мог написать лик Иисуса Христа. Это исцеление купели парализованного человека. И он говорит, отец Сергей, не могу уловить лик Спасителя. Вот уже месяц не могу приступить, как его изобразить, этот лик Спасителя. Папа говорит, Николай Иванович, а мы же молитву, наверное, вы не призвали. Вот давай я буду здесь читать Акафист, а вы залезайте на леса и пишите. И вот за время Акафиста художник написал лик Спасителя. Акафиста художник написал лик Спасителя. А это самая настоящая детская площадка. Кто-то скажет, что теперь это не редкость на территории храма. Но находится она рядом с православным детским садом, посвященным иконе Божьей Матери Скоропослушница. Нарядное платье, костюмы, легкое волнение – это первый выпускной в жизни ребят. Каждый год здесь, как и в других детсадах, проводится подобный праздник. Ну а помощницей в деле строительства детского сада при храме стала блаженная Ксения Петербургская. Перед закладкой здания настоятель Крестовоздвиженской церкви поехал в северную столицу. Та встретила его дождями, а сама часовня блаженной Ксении и вовсе была закрыта. Конечно, я огорчился, но думаю, все равно, я сюда приехал, значит, я должен какую-то молитву почитать. К стене приложился, вот, когда там часовня стоит, вот. И молюсь, Ксения Блаженная, ну помоги, ты же помогала вот и строить на Смолевском кладбище храм, помогала, там детям помогала. Вот хочу такой храм благословения построить, а там такой маленький парапетик вот есть на цоколе. И посмотрел, смотри, копеечка, я только копеечку взял, как благословение, вот заложил вот в один из углов детского садика. У нас уже пять лет, мы функционируем, уже было несколько выпусков у нас детишек. Дети с удовольствием ходят, даже не хотят уходить к вечеру. Вот все у нас есть и возможности, и желания, самое главное. Только радостью ребенка можно измерить успех детского сада. Так говорят местные педагоги. Наверное, то же самое можно сказать и про храм. Ведь все мы помним библейскую заповедь. Всегда радуйтесь. После отца заступать на настоятельство очень трудно. Всегда думаешь, ну это ж отец, а ты кто такой. Ну вот, ну я думаю, молитва его тоже помогла и помогает. Вот сейчас мой сын со мной тоже служит, отец Георгий. Уже третье поколение будет священников. Так что Господь вот помогает нам вместе с народом, конечно. Потому что священники одни не могут ничего сделать, только с народом. Едиными устами, единым сердцем. Вот и богословим, и делаем добрые дела. Церковь, она не может самозамыкаться в себя. Она должна и обращаться и к людям, к народу. Вот помогать где-то и государству, и словом, и советом, но и делом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok